Музыка 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 Сомнитесь, если здесь дорога, то количество машин на улице Москва определилось бы с точностью до уровня из этих самых двух-трём миллионов, ну, так сказать, стимичное звонение, да? То есть с точностью, скажем так, до нескольких тысяч. Внимание, бывают ситуации, когда в абсолютно одинаковых условиях различия не на нескольких тысяч, а на нескольких десятков тысяч, то есть там типа десять сикл, если говорить о теории вероятности стандартных статистических процентов. Это совершенно за грани какого-либо, так сказать, это за грани его реального эксперимента, если действительно предполагать независимость. То есть на самом деле независимости нет. По факту ее нет, но мы не понимаем, почему. Это некоторая загадка. Человечество что-то происходит. То есть, видимо, какие как-то люди друг с другом связаны, но это абсолютно неизученный вопрос. То есть просто есть, ну, как бы, такая информация, что расспрос гораздо шире, чем он должен быть при независимости от этих вещей. То есть это не безобидное предположение. Надо очень аккуратно теорию вероятности вообще всегда очень аккуратно применять. Там, где там написано, что два сильного туда-сюда, это какая-то выборка, всегда молчу-либо предполагается, что распределение у вас будет нормально, например. А бывает так, что оно не очень нормально. А почему оно не нормально? Казалось бы, если много-много одинаковых, то это все равно нормальная процедура определенной теории. Тоже нифига не получается там в некоторых случаях. В частности, из-за зависимости событий это сильно работает. В общем, много проблем, но давайте предположим, что действительно здесь все независимо. Тогда скажите, пожалуйста, что означает вот эта фраза? Прибор сказал, что мы больные. Означает ли мы больные? Правильно. Либо, либо. Из этих четырех событий остается два. Правильно? Вот в этом случае, безусловно, он скажет, что мы больные, потому что мы больные, а он не ошибся. И в этом случае, мы здоровы, а он ошибся. Здоровы, а он ошибся, означает, что он сообщил нам, что мы больные. А этих случаев не будет просто потому, что мы уже исключили предположение, что прибор сказал, что мы больные. Здесь он скажет, что мы здоровы, а здесь он скажет, что мы здоровы. Поэтому, смотрите, внимание, внимание. В этой ситуации наиболее вероятная априори информация уже отменилась. Иногда. Наиболее вероятно было бы, что он сказал, что мы здоровы, а мы не здоровы. Уже давно, что и нет. Поэтому нам явно надо пересчитать теперь шансы. А как их пересчитать? У этого события, что мы больные, а он сказал правду, вероятность вот такая. А у этого события вероятность вот такая, что мы здоровы, а он ошибся. Ну и вот теперь, смотрите, у нас есть два варианта. Либо мы больные явно правды, либо мы здоровы, что он ошибся. Это отношение вероятности первого и другого. А нам нужно сказать, с какой вероятностью мы больны, если больше никаких событий нет. Но пересчет по баксу это и означает взять такой же в пропорции отношение двух вещей, которые уже являются вероятностями. То есть сумят эту пиццу. А при горе здесь вот такой шанс его довольно маленький, и здесь вот такой шанс его тоже довольно маленький. Но если нам нужно дало, что либо это, либо это реализовалось и других вариантов нет, то все, что нам остается, это сказать, что их соотношение шансов должно быть такое же, как и соотношение вероятностей, и решить из этого уравнения найти альпом. Ну что? Ну что? Каково это? Что это такое? Ну это на самом деле примерно, примерно. Вот я сейчас совершу такое сокращение альофизика. Альофизика — это равно единице, и это тоже. Но если я учту, что это не совсем единица, будет небольшой, небольшой длинность. То есть отношение, на самом деле, приблизительно равно одной тысячной к одной двадцатой. То есть одна пятидесятая. Ну а если я это вот учту, может поднять две альпы, потому что, понятно, будет вообще небольшое изменение ситуации. Поэтому вероятность, что вы больны, вероятность, что вы здоровы, должны относиться примерно как одна пятидесятия. Ну то есть, иными словами, альфа приблизительно два процента. Приблизительно. Если мы все это не будем точно решить, конечно, можно тоже решить. Вот. Но ответ, он какой-то такой неинтуитивный, да? То есть я слышал, что многие говорят, процентов сорок, процентов пять. Оказывается, что их вообще дуа. То есть вы пошли, прошли, вам сказали, что вы больны. Но на самом деле вам не о чем беспокоиться. Героятность того, что вы больны, всего лишь одна пятидесятая. Она действительно много раз выросла по сравнению с историей. Но все еще гораздо вероятнее, что это ошибся прибор, чем то, что вы реально были больны. Так. Понятно? Да. Отлично. Так. Давайте еще один сюжетик. Следующий, третий. Следующий сервент из Теоли Невероятности называется Туэй. 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 А что, может, какие-нибудь есть вопросы или комментарии? Что, да, этот сюжет тиснул какой-то круг. Нездоровый круг, да? А? Чему отношения? Чему отношения? Да. Итак, вот у нас есть, мы знаем в априоре что-либо одно, либо другое. Что не четыре, а только два. Ну и мы изначально знали о том, что априорный шанс на первый был вот такой, одна тысячная, а шанс на второй был на двадцатый. Ну и вот идея пересчета по байосу, это что, если я уже знаю что-либо то-либо другое, я должен им уже присвоить какие-то значения вероятности, которые в сумме дадут единицу. Но из всех таких соотношений, естественно, выбрать именно то, в котором тоже самое отношение. То есть, если там одно было пятьдесят раз, не, невероятно, чем другое, и одно из них точно произошло, значит, правильно сказать, что то с РНС-2, а то с РНС-28 другое. То есть, ну, это просто, ну, как бы, фактически это постулат байоса. Это постулат тоже, это не… Ну, в теореме с ним очень много постулатов, она как бы… А математика начинается только по сроку, он будет с постулата три. Вот, но вот идея, в принципе, понятна, что пропорция должна закончиться. Ещё вопросы? Давай, скажем, дарить сюжет. Называется «Дулгей». Двое пришли стреляться друг с другом. По очереди. То первый стреляет во второго. Если попадает, всё, он победил. Выиграл. Если нет, он переходит во втором, и то стреляет в первого. Если попадает, то всё, победил. Если опять промахнулся, опять сюда. Ну, и вот так будет до тех пор, пока тот кого-то не умеет. Физический опыт. Физический опыт. Ну, альфа в этом угадает. Это произвольные два числа международными двинцами. Меткости стрельбы. Вот. Ну, и они раз за разом не меняются. То есть они не пристреливаются, они с одинаковых меткостей всегда стреляют. Вопрос, с какой вероятностью выиграет первый? Ну, пусть начинает «А». Вот так. Ну, и всё продолжается, как-то вот головное дело. Вопрос, с какой вероятностью выиграет победит «А». Наивный вопрос «Альфа» неверный, естественно, ответ. В смысле, наивный ответ «Альфа», естественно, неверный. Потому что «А» — это вероятность, с которой он его убьет сразу. А теперь вопрос на понимание. Истинное значение, которое мы сейчас посчитаем, больше или меньше альфа? Меньше. Больше, больше. Меньше. Ааа, больше. 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 А если он убил сразу, то всё, он уже победил. А если он проводнулся, то ещё лишь сейчас победит. То есть оно явно больше, чем «А». Альфа — это, так сказать, точно гарантировано. Но вот как его посчитать? Чему оно равно? Х. Чему оно равно равно? Это Х. Давайте приведем пример, а потом посчитаем общуюся сущность. Пример. Альфа равно 50%. Веда равно 80%. Но начинает А. Значит, итак. Смотрите, как мы это делаем. Мы рисуем дерево реализации тех или иных событий. Это, на самом деле, случайный процесс. Это немножко более сложный, чем просто теория реализации. Это случайный процесс. Значит, на первом этапе 50 на 50, что попал, не попал. Значит, здесь попал, здесь промахнулся. Это А. Что здесь произошло? Конец игры, совершенно верно. Здесь передался ход к Б. С вероятностью 80% он попал. И это конец игры пользователя. Здесь победил А, здесь победил Б. А. С двадцатью процентами он не попал. И ход переходит А. Дальше всё повторяется. Значит, теперь смотрите. Эта задача, на самом деле, я бы её в этом классе открыл. Когда начинают линейные равнения изучать. Смотрите почему. Предположим, что Х, вот обозначен это Х, да? Пусть Х – это искомая вероятность победы. Пусть Х. Тогда, вот на этом этапе… Пусть Х. Кто ответил точно? Нет, я слышал про этот в зале, но мы очень тихи. Тоже Х. Совершенно верно. Потому что здесь ситуация никак не отличается от вот этого. Мы уже два раза промахнулись. Мы считаем, что это независимое событие. Они два раза промахнулись, это не сказывается на их дальнейшем длинности. Это я уже сказал, что мы не пристреливаемся. А значит, если здесь есть вероятность победить Х, то здесь тоже вероятность победить Х. Но вот два раза встретили, промахнулись, и А вернулся мистерает, и опять все равно. И опять вероятность победить Х на А. Поэтому нам сейчас позволю написать уравнение на Х. Что такое Х? Из чего оно складывается? Оно складывается из вот этого события, да? Если он попал, то он победил сразу. И из вот этого события, что он был дважды промах, и потом он снова взял в руки ружьем. Эти события друг с другом не совместны. Они не могут произойти одновременно. Либо он вначале попал, либо вначале промахнулся. Вот этот тридцать нас не интересует, потому что здесь он проиграл, и соответственно вероятность победительной точки равна просто нулю. Он уже лёгкий лежит. Значит, и того. Есть два события, которые взаимно встречают друг друга. И они, и только они ведут к победе А. Это что он сразу убил, или что он перешёл к нему через два раунда, и соответственно вероятность снова есть. Значит, первое axo материальные вероятности — это axo независимости, что мы умножаем вероятности, если события независимы. Второе axo материальные вероятности — это axo сумма, правила суммы, правила произведения есть такие. Правила сумма стоит в том, что если эти события не могут произойти одновременно, то вероятность того, что произошло одно из них, равно сумме двух вероятностей, первого и второго. Итого, вероятность победы, х, равна сумме вот такого события и события, что игра нашла до сюда, и а снова держит кружью. Вопрос, какая вероятность вот этого события, что игра нашла до сюда? 10%. Это правильное произведение уже. Промахнулся этот, промахнулся этот. Они стреляют незрисимо. Вероятность промаха этого 0,5. Вероятность промаха у второго всего лишь 0,2. Потому что у него 0,8 не надо попасть. Значит, получается, что вот здесь скобка стоит на такое выражение. Мы получили линейное уравнение с одним неизвестным. Что это правило? Кто решит в уме? Видит ролик. Совершенно верно. Это 0,1, да? Вот это 0,5 на 0,2, это 0,1. Значит, здесь 0,1 на x. То есть 0,9x равно 0,5. Или x равно 5,9. Вот. Но, соответственно, второй победит с вероятностью 4. Девятых – это победа за победу b. А если b начинает, тогда для a все очень плотно, но все-таки шанс есть. Можно также посчитать, что 1,9 будет вероятность победы a и 8,9 – вероятность победы b. В этом случае. Ну, тем же самым. Ну, а в общем случае, когда записываем уравнение ix равно a, промах, нет, во-первых, равно a, то, что он сразу попал, да, знаешь, стрелок a, и промахнулся он, и второй тоже. И тогда нужно, нужно на x. То есть вероятность победы, дуэля номер один. Складывается из двух неперетекающихся событий, что он сразу убил, и что к нему перешел код. Вероятность того, чтобы к нему перешел код, равна вот этому произведению. Промах первого, промах второго. Если перешел код, то опять та же самая, когда это стикс. И мы опять получаем именно равном с одним неизвестным. Теперь, соответственно, у нас получается x равно a делить на 1 минус 1 минус а, это на 1 минус b. Ну, тут можно немножко преобразовать, будет альфа плюс бета минус альфа бета. То есть вот, вот она вероятность победы первого игрока в какой-то и, может быть, считать, только во всех случаях, в какой-то альфа бета. Вопросы по третьему сюжету? Нету? Все, да, решили. Но, вероятность, которая победит, складывается из двух, из замечающих друг друга событий. Сразу победил. И победил после того, как к нему пришел код через два шага. Но победил после того, как к нему пришел код через два шага, это произведение, это как бы три, реализация 3-х независимых событий. То есть, у первого игрока есть такая, у второго такая, у третьего по самому низкому низшему. Составляете уравнение, получается, все, один уравнение с одним из этих. Стираем, да, все? Так, отлично. Сюжет номер четыре называется «Геометрическая вероятность» или «Как посчитать вероятность встречи?» Надо, наверное, кто в интернете меня видел, этот сюжет уже видел много раз. А те, кто не видел, значит, смотрите. Два человека, например, молодой строкодевушка. Забили стрелочку. Это такой язык московский. Или у вас тоже так говорят? Говорят, забить стрелку. А у вас стрелка это обычно для драки, да? А-а-а, не-е-е, у нас не обязательно. У нас стрелка, это значит, что угодно, любая встреча на любой цели. В частности, даже для ордан каких-то модных целей тоже. Забьемся вверху. Вот. Значит, забили стрелку в некоторой точке. Например, там, у кого парни, кто-то Пушкин. На Пушкинских площади. И... Единственное, что они немного, эти самые, немного... Там... А гости как ровно для оба. Поэтому у них встреча вот так устроена, что... Каждый из них приходит в интервал с девяти до десяти вечера. В случайный момент. Равномерно распределенный. Вот просто жизнь так устроена, что каждый про другого и про себя тоже знает, да? Что придет какой-то случайный момент. И правило такое. Они ждут ровно тридцать минут. Ровно тридцать минут. То есть, вот часа. Ну, а если получилось так, что пришел... К концу этого интервала. Ну, тогда ждет, ну, как бы, не тридцать минут, а просто до десяти, потому что дальше уже теперь можно идти. Вот. Ну, и вот, собственно говоря, при этих условиях нужно найти вероятность того, что они все-таки встретятся. Это опять задачи с этим самым. Ну, как бы, все эти задачи, все пять сюжетов, которые смотрим, это сюжет с накопкой. То есть, когда первое, что приходит в голову, совершенно неверное, а не ответ. Ну, первое, что приходит в голову, что одна вторая, да? Потому что тридцать минут — это половина часа. Ответ этот неверный. Почему? Ответ больше. Ответ больше, да. Почему боль не Пушкину? Ты уволен. А, почему ты уволен Пушкину? Ну, я не умею рисовать. Пушкина отсюда. Вот. Ну, я не умею рисовать. Ну, давайте сразу подойдем к ней так, как, так сказать, учить теорию реальности с неверными событиями. Здесь тоже всегда ключевого просто такой. Что если элементарное событие? Из чего состоит наша, так сказать, реализуемая вот эта вот в дальнейшем случайность? Вот что такое одно элементарное событие? Прибытие первого часа в каждую минуту часа. Прибытие в какую-то минуту часа первого? Прибытие второго. И прибытие второго. То есть, это пара x и y, где x между 10 и 9, где-то как-то. Ну, это не важно сейчас, мы больше не будем считать. И y тоже где-то между 10 и 9. Вот такая пара. Мы считаем, что они в какой-то независимый момент. Потому что они, так сказать, опять же, друг у друга метафизически не приятны. Ну, или пока не приятны. Вот они, значит, приходят в какие-то случайные моменты. Теперь, внимание, как изобразить множество всех случайных событий? А? Отрезок и график. Отрезок? Нет. Отрезок — это только множество случайных событий приход на одного из них. А вот если обоих? График? 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 Потому что нужно рассмотреть множество всех пар, в квадратах есть множество всех пар, координат xv, yv, если каждую из них зажать между конкретными величинами. Вот, например, что это означает? Вот, насколько тут пришел парень, насколько пришла девушка? Это смешанная аэродолесия Clash, это когда я нашел уже вероятность, которую мне надо. Вот это вот вероятность, что я показываю один парень, а это вероятность, что я показываю два парня. Ну, понятно же, да, что, как и в любых таких играх, нет смысла искать какого-то поведения, которое будет неизменным от шага, от шага, да? То есть, то, что называется чистая равновесия, знаете, в этой ситуации, искать нет смысла. Ясно, что если он знает, что я всегда показываю мин пальцы, то он будет показывать два. Но если я знаю, что он всегда показывает два пальца, я буду показывать тоже в ответ два. То есть, здесь нет никакого вот равновесия, к которому мы могли бы договориться, как играть на доле игры, что она как бы это нужно постоянно облавливать и гадывать. Ну и равновесие в этом случае, ну, равновесие возможно было бы считать просто некоторую чистоту, с которой я показываю один палец. И для него тоже такая защита, от нас, с которой он показывает один палец, ну, тоже уходит равновесие. То есть, например, а что значит равновесие? Да, давайте спросим себе, что это означает? Почему я говорю, что это не равновесие? Что? Если он играет так, то я буду показывать два пальца. Потому что буду выигрывать четыре, а прыгают три в этом случае. А если я буду показывать один палец, я буду прыгать три, а прыгать два. То есть, если я знаю про него, что он играет, ну, что называется, варлянку, подбрасывает монету и играет, соответственно, в демонете, то они обыгоднее показывают два пальца. Но ясно, что это не будет равновесие. Ну, можно увидеть, что я всегда показываю два пальца, значит, он изменит свою стратегу. Ну, то есть, исходная, грубо говоря, из этого следует только одно, что это не есть равновесная стратегия, она будет другой. Мы пока не знаем, какой, но мы знаем, что не этой. Поэтому все его разговоры про то, что игра полностью симметрично и честная, все, они не вернули. А какой будет равновесие? Давайте посмотрим, какой. Нам нужно найти такие частоты, что, если я знаю, что он играет вот с такими частотами, то я готов согласиться на вот такие частоты. В частности, я готов согласиться на то, чтобы воспользоваться рулеткой, чтобы рулетка мне подсказывала один или два пальца мне показывать. А в каком случае единственно возможным я согласен вообще на какую-то рулетку? Какое должно быть выполнено для меня условие, чтобы я был согласен свой выбор починить более случаев? В каком случае выиграл больше? Ну, тогда я буду показывать два пальца, зачем мне рулетка? А если я буду выигрывать больше, если буду показывать один палец, то я буду показывать один палец, зачем мне рулетка? Итого, если я буду выигрывать больше, показывая один палец, мне рулетка не нужна. Если я выиграю больше, показывая два пальца, мне она тоже не нужна. Что остается? Да, совершенно верно. Только в одном случае. Если мне при этом становится все равно показывать один или два пальца, вот тогда я говорю, ну, мне все равно, давайте вашу рулетку, которую вы мне предлагаете, мне в этом случае совершенно не важно, как я буду играть. Но, если мне не важно, как я буду играть, тогда мне продиктуют такую рулетку, при которой ему будет, не важно, как его играть. И это и есть теория. Вот она. То есть моя рулетка такова, что ему все равно, и он согласен на такую рулетку, при которой мне все равно. И тогда я согласен на такую рулетку, при которой ему все равно. И так далее. Причит равновесие. То есть равновесие – это пара вероятностей пояков. Такая, что каждый из нас совершенно все равно, что делает, поэтому мы на эти вероятности согласны. Ну, это такая ситуация. Более общая, гораздо более сложная концепция. Но, как бы, более общая, у нас заниматься теорией игр средства. Я потом скажу, в первой деревне, да? Вот. Ну, давайте тогда посмотрим, если у меня все равно, то какое должно быть P? Например, если он показывает с вероятностью P один палец и с вероятностью 1 минус P два пальца, то в случае, если я показываю один палец, какой мой выигрыш в среднем? А не? Нет, это при первой, а не второй. А если P? Произвольное. Через P он может прибыль? Я показал один палец. А он то ли один, то ли два. И вот с такими шансами, мало дожидания называется. Так, вот-вот-вот-вот, P на что? P на 2. Абсолютно верно. С вероятностью P он показал один палец и я выиграл два пускасатора. С вероятностью 1 минус P он показал два пальца и я проиграл три пускасатора. Усреднение дает вот такое выражение. То есть это среднее количество пускасатора, которое я выигрывал, если я показываю один палец, а он использует вот три. Ну а если я показываю два пальца, то по аналогии пишем. Совершенно верно. И эти третьи лечения должны быть равны, чтобы не было все равно. но не трудно решить. Опять линейное уравнение перекидываем туда. Будет 5P равно 7 на 1 минус P. И у меня P равно 7 в 12. Вот. 7P туда пошел 12, это равно 7. Правда 7 в 12. То есть только один вид розыгрыша совместим с тем, что будет равновесие. то есть, что мы много раз подряд будем его разыгрывать. Он вот такой. Что два пальца показываются немножко реже, чем один палец. Немножко реже, чем в 200% случаев. Ну и Европа считает, что здесь будут те же самые вероятности для меня. Те же самые. А выигрыш тогда будет равен вот этому выражению. при условии подстановки того самого P, который мы нашли. Дальше 2 на 7 в 12. Минус 3 на 5 в 12. Ну, сколько? Да. Смотрите, как там подло, да? Чуть-чуть. Средний закон, при розыгрыше этой игры, вы проигрываете одну двенадцатую восказанку. В среднем. Ну понятно, что вы то выигрываете две, то выигрываете четыре, то проигрываете три. Это лишь наступает за очень много ходов. И более того, обнаружить это совершенно невозможно. Я как-то посчитал, вот сколько надо реализации, чтобы, ну, как бы те, кто знает теорию вероятности, опять же я обращаюсь к понятию два сигма, да? Чтобы с уверенностью два сигма вот эту гипотезу отринуть в пользу вот такой, что вот эта гипотеза про подбрасывание монеты не верна. Если мы играем вот так, то это типа трехсот розыгрышей. Слишком близко к одной второй. Здесь очень долго будет в пределах этих, вот там, более, не знаю, испытаний. В общем, получается, что реально почувствовать, что тебя надуривают, можно лишь сыграв очень много годов. Но так как они там эти старожилы, там, они каждого новичка, она начинает заново. То есть они фактически много лет подряд занимались поднимательством зэков. А зэки ходите, говорите, мне в этой игру чуть не везет. А другой зэк говорите, мне в этой игру чуть не везет. Ну, это тот, который беседу как бы. Ну, если везет за один раз, тогда можно только вести за всех, кого вы чуть-чуть проиграете и не проиграете. То есть совершенно не улавливая игра. А там, пожалуйста, вероятность того, что будет выиграна два очка равна 49 в 144. А вероятность того, что четыре очка – 25 в 144. Посмотрите, они уже почти два раза отличаются. То есть вот эти вот, если бы я вот это изучал, то я бы быстрее рассел, что на самом деле что-то не так. Вот, наши два раза уже не вот это вот, 7-5. Вот, ну а эти по 35 на 44-х каждая. Он такая, казалось бы, абсолютно тривиальная, исходная постановка. Что может быть вообще проще? Приводит к совершенно тривиальной, но нетривиальной, трудно его угадать. Изначально даже очень непонятно, за кого играть надо. Я когда рассказываю студентам такую игру, я говорю, поднимите руку те, кто хочет играть за два очка и четыре. И потом те, кто хочет играть за три очка и три. Но это уже ситуация, когда они уже познакомились. И ты уже чувствуешь, что на самом деле игра нечестная. И все равно угадать очень сложно, половина, половина, половина бывает для себя. Это сразу непонятно. Вот, вот такие вот дела. Вопросы? Не только по этому сюжету полюбить, да. Противов по подруге. А, ну да, значит, статистические испытания называются. Вот мы, ну в данном случае, например, у нас есть соотношение 7-5, а есть один для одного. Мы проводим много испытаний подряд, и в этом случае количество показанных единиц и количество показанных двоих будет постепенно смещаться от такого, что примерного равенства. Немножко смещаться в сторону. С каждым коном там, ну не знаю, через 100 будет где-то 70 таких и 50 таких. Но не наверняка, потому что между там… Ну как бы, когда мы сделали много-много испытаний, то в среднем отклонение от того, которое должно… Да, если сколько мы… Сколько я сказал раз? Сто раз, да? Вот. То отклонение от соотношения, которое было, если бы всегда… Если бы как бы, ну ровно вот… В 7-12 случаях было одно, в 5-12 было другое. Отклонение вправо-влево, по там некоторым теоремам, то есть теория вероятности, центральной определенности теоремы или для аномального распределения, сколько туда-сюда может быть… Вот это отклонение будет в районе корня из количества испытаний, то есть в данном случае 100. А если я поставлю еще двойку, то тогда уже почти наверняка… То есть в районе 95 процентов… Ну там я сигму… На самом деле я сейчас беру… Я сейчас тоже там сигму… Значит, сигма… Два сигма – это такой разброс вокруг вот этой точки… Плюс-минус сколько должно быть… Вот сколько это должно, например… Всевозможные объекты сделать эти 100 испытаний, например, миллион раз. 100 испытаний… Вот 100 миллионов, да, получилось? 100 испытаний миллион раз. И теперь смотрю, в каком проценте случаев вот это соотношение между 90-30 и 40-60, между вот этими друзьями. И оказывается, что где-то в 95 процентах случаев. Тогда мы говорим, что это два сигма. А сигма – это, кажется, если это 70 на 30. А три сигма, если идиотношение на 1. Ну, в общем, это связано с формулами, с какой вероятностью случайная величина нормального испытания попадает в некоторый интервал значений. И здесь очень долго вот эти вот испытания не дадут гарантированно, ну или с какой-то достаточно большой вероятностью сказать, что это было отсюда или отсюда взята серия. То есть я провожу 100 испытаний, 100 точно недостаточно. То есть здесь 70-50 плюс-минус 20, а здесь 50… А, ну это… А, ну это… Сейчас. Это 120, да, если бы… 120 испытаний. Здесь 50 и 50. Здесь 70 и 50. Здесь 60 на 60. Но так как здесь и там будет плюс-минус 20, на самом деле, ну или как минимум плюс-минус 10, если даже брать как бы 70% случаев или 30% случаев. Ну и очень часто на самом деле пропорции будут пересекаться. Здесь она будет меньше, чем здесь. Хотя бы недельно ходит больше. То есть нужно очень много испытаний, чтобы действительно сказать, что теперь мы почти уверены, что это было отсюда, а не отсюда. Ну это статистика. Статистика, да, зуботребительная штука. Советую книгу Худсон. Статистика для физиков. Я по ней разбирался в этом. Как ни странно, я физиком. Книги иногда пишутся понятнее, чем я брать и по тематике. Как-то это связано с такой, как бы… Ну нацепенностью на практику. То есть там прям конкретно объясняется. Вот прийдем такое испытание, прийдем такое испытание. А математика там одни и телемат ожидания, там, дисперсии, ни какой-то церкви реальности. Ну вообще, теорет – это физика. Математика там только метод. Те методы, которые там есть, это просто комбинаторика и дискетная математика. А потом теорет – теорет – это физическая наука. Ну, понимаем, по крайней мере. Еще вопросы? Ага. Что-что? Что-что? Вероятность на улице 30 динозавров. Ну это да, это детская штука, что они после летнейшнего мира, да, 50 и 50. Я слышал, да. Ну, как бы, я не знаю, что тут сказать. Это завтра вроде не боится. Но вот, например, есть более… есть модифицированная та же самая штука. Какая вероятность встретить на улице за 5 минут одного военного? Значит, ну, допустим, 1-2, да. Ну, нет, ну, хорошо, пусть 1-2. Какая вероятность за 5 минут встретить 2 военных? 1-4, да? 1-2 может 1-2, правильно? Какая вероятность 33 военной за 5 минут? 1,8. Какая вероятность 30-10 военной за 5 минут? 1,8. А 20 военной? 1,1. Вот вы беседуете об этом со мной. Идем, а на встречу нам идет взвод солдат. Встретить взвод солдата, естественно, нет, да? Миллионный, да? Гораздо больше. То есть, это вот опять к вопросу о независимости. События «я встретил одного военного и я встретил 10...» Ну, там, как бы, события «я встретил одного военного и я встретил другого военного» не являются независимыми по очевидным причинам, потому что время от времени военный приходит целую взводами. И тогда мы разом встречаем огромное, конечно, военное, и уже никакие не нужно разводить «я на вторая» или «вот степень», и это мы привыкли просто к независимым событиям. Это надо очень хорошо понимать, как бы привязка к жизни и те вероятности. Еще вопросы? Нет. Да? По-первых, он будет тяжел. Как вы знаете, я уже не помню. Громче, потому что у меня очень громкий голос и очень плохой слух. Ну, в смысле, не музыкальный, он так и слышит. По первому эпизоду, если вы можете. По первому эпизоду, если вы можете. По первому эпизоду? Да, да, да. Я когда шпион эту задачу услышал, мне неоткуда было взять дополнительную информацию, а мне ее не хватило. Для того, чтобы формировка этой задачи несколько недостаточно. И вы ее тоже запустили. Не только. Я-то дополнительная информация была тогда, что вы решите в первом эпизоде. В первом эпизоде. В первом эпизоде, в первом эпизоде, в последом эпизоде. А что вы с первым эпизоде, в первом эпизоде? Нет. Дело в том, что, когда я впервые, в первую эпизоду услышал, Когда я впервые эту первую задачу услышал, мне банально не хотело данных, чтобы ее решить. Все потому, что в ее формулировке была недостаточная информация. И это же именно задача была той формулировкой, которую вы имеете. Вот мы с вами разговаривали, я мог это задать конкретно, он именно вопрос и получить эту информацию. Но тогда никаких информации нет, когда ее выразить, потому что я ее прочитал. Тем не менее, я ее решил в правиле, чему был бы, скажем, удивлен. Но тем не менее, возможность того, чтобы эта информация была, но эта мысль она не верна, оставалась. Вопрос в том, что изначально в условии задачи не было рассказано, что ведущий, который открывает дверь в магазин, что там мусор знает. В результате, если этот тензь изменить... Ну, тогда все правильно, понятно. Вопрос оказывается в следующем. А есть ли в таком случае какой-нибудь более простой вариант решения этого задачи, чем опять-таки выписывать формулу? Потому что я ее тогда решил уметь. А вот это уже не смог. Ну, эти формулы. Ну, как бы здесь просто нам заметить, что вы должны менять дверь, но в случае, если вначале у вас есть шоколад, без шоколада. И все. В принципе, да. Вы должны менять дверь, если вы без шоколад и взяли вначале этот дверь. Минета находится на OpenYetube.ru. Это национальная платформа открытого образования. Там есть курс «Теория игр в задачах» или там в сюжетах. В общем, это нужно пойти на отсек курсов. Курсов от МФДИ, отвезти это, ну и по моей фамилии найти. Теория игр, там шахматные фигуры нарисованы на логотеле курса. И проходите. Вот, значит, проходите и проходите. Но национальная платформа, если вы захотите сдавать экзамены там, я не знаю, мне кажется так, проходить там можно бесплатно, а сдавать экзамены они начнут требовать денег. Значит, еще есть место, где все бесплатно. Это наш канал. В одно слово написает Панк Математикс. Вот этот канал называется «Математика просто». Математика просто. Вот как то, что написано на этой майке. Нажимаем сайт. У нас целая команда, у нас несколько человек. В команде «Математика просто». Вот. Все это ведем. Есть еще второй канал. Это первый канал. Как же ссылка на второй канал. Это называется «Маткульт». Привет. Есть «Контакт», «Контакт», «Контакт». Ну, я все заглядываю, но пишут в основном ребята. «Самбатер». Вот. И есть инстаграм. Олег Синь. Вот так, по-моему. Олег, правильно? Синь. 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 Салватер. Есть Facebook, по-моему, даже Telegram, есть что-то еще есть. Короче, есть все подряд, да. Вот, вот здесь. Значит, это все называется «математика просто». Тут огромное количество разных роликов, математических, и по телеигр, и просто по математике. Здесь есть много векций, которые были в период, когда еще мы не вели этот канал. Вот, значит, теперь еще самое главное. А, сейчас, еще 100 урогов математики. Хочу сразу сказать, вот здесь 100 урогов математики, и здесь же книга «Математика для гуманитарии». Вот. Скачать бесплатно, скачивайте и читайте. Я перестал, вывозите с собой. Вот. Уже 17 тысяч 200 экземпляров тиража, в общем. Из них 10 тысяч перенесено на собственных плечах. Я уже забавно перестал посетить ее. В общем, она скачивается бесплатно на сайте. И все это полностью бесплатно, и доступно, открытый доступ. И самое главное. Без рекламы. Все ролики здесь? Да. Мы отключили. Скачать бесплатно. Заходите и нормально смотрите математику, и не блюете от пафосов, который вам понравился. Слюх, вместо меня, значит, и прочего всего. Значит, на втором канале, по-моему, реклама есть, не знаю. Потому что нет, точно не знаю. На втором канале, там, как бы, бенетристика в основном. Не более такая, как бы, во всем про жизнь в целом. А на первом канале математика, и она без рекламы. Значит, монетизацию, отключение монетизации, это было такое, как бы, трудное, но волягое решение. Потому что люди должны смотреть математику, а не подряга. И если вы почувствуете в какой-то момент, что вы хотите нас как-то отблагодарить, то вот здесь есть кнопочка «Стать нашим патромом». Это «Патриком» называется. Вот. И вы можете подписаться на какую-то символическую сумму раз в десять, когда будет переводиться на новый канал и помогает нам дальше быть без рекламы и без всего этого хозяйства. Вот. Так что, ну а пока у кого нет денег, те спокойно, без всяких зазрений совести, смотрите, все подать безусловно. Вот. Никаких, собственно, мы не делаем для всех. А уже подписывайте только те, кто ров, там, кто, не знаю, в Трубель, Азаровский, там, если присосан, то может. Все. Спасибо большое за внимание. Удачи вам. Подписывайтесь. Ну что, дорогие друзья, еще буквально одна минута. Предыдущий приезд Алексея Владимировича к нам был два года тому назад. Теперь вот Алексей Владимирович, как вы видели, стал руководителем Кавказского математического центра. Поэтому будем надеяться, что следующее наше встрече произойдет быстрейше через два года. Ну а по поводу динозавра, я, конечно, не математик, я физик. Поэтому, поскольку себе ответить как физик, эволюцию нельзя повернуть в себя. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok